Привет. Ну что? Хорошо сегодня. Хорошо сегодня? Занимался? Да. И хочу сказать. Я не хочу еще заниматься. Почему? А потому. Что случилось? Я щепеньше сел трат. А, устаешь, да, просто? Ах. Ну ничего, позанимаешься чуть-чуть и перерыв сделаем, хорошо? Давай ясно. Мне еле сел хватает дойти до дома. Моя зайка. Ты скажи всем привет зрителям. А то смотрим. Всем привет. Так, с телефоном в руку. Сейчас мы твой пароль подсмотрим. Не будем. Почему? Покажи нам. Не расскажу. Не расскажешь? Только некоторые мои друзья знают. Ты знаешь, тетя Альбина написала только что тебе в комментариях, что ей очень сильно нравится с тобой гулять. Возьмешь еще гулять с собой, тетю Альбину? Хорошо. А куда возьмешь? Она же смотрит тебя, она зрительница твоя. Ага. Альбина, я возьму вас с собой на санки. Всем привет. Мы собираемся с Никой вместе на маникюр. Сегодня некому посидеть с Вероникой, поэтому мы пойдем вместе. Дима поехал на учебу. Андрюшка пришел со школы. Ника поспала. Свой обеденный сон. Да-да, мы так поздно начинаем влог. Лентяйки, сплюйки. Ника плачет, с окна не забрать. Я не знаю, как нам собраться. У нас осталось 20 минут до выхода. Хорошо? Я делаю... Хорошо, что близко идти, потому что я делаю маникюр у девочки в доме напротив, на дому. Это очень удобно, чтобы не близко идти. Я без проблем беру с собой Нику. И мы... Она там играет, смотрит телевизор, а девочка мне покрывает... Гелем просто покрываю ногтики. Гель-лаком. Вот такие вот у нас дела. Мы идем умываться, потому что мы покушали. И попробуем одеваться, да? Да? Так ей нравится смотреть на машинки в окно. Ну, а мне с ней отойти, а мне надо переодеть эту футболку. Вещулька висит. Простите. Спасибо вам, девчонки. Сегодня перечитала все ваши комментарии. Стараюсь всем вам ответить. И вы такие хорошие. Девушка Альбина или женщина Альбина? Я не знаю, сколько вам лет. Я так поняла по переписке, что у вас какой-то сложный период в жизни. Но знаете, этот сложный период в жизни есть у каждого человека. И все зависит только от того, как вы сами к этому отнесетесь. Вот это очень важно понять. Поэтому берем себя в руки, живем своей жизнью, наслаждаемся солнцем, небом, всеми окружающими людьми. Жизнь прекрасна. Есть разные моменты. Есть сложные, есть менее сложные. Но все это жизнь. И от этого никуда не денешься. Поэтому не расстраивайтесь. Все у вас будет отлично. Ника, не показывай, она не умная такая. Идем умываться и будем выходить. Покажись, не умытик. Биби. Биби, это машинка? Биби, она плотнулась такая в лелечке. Биби. Видите, что с вазанами? Они же не выживают тут просто, эти вазоны. Я сегодня буду пересаживать юку и драцену. Потому что сегодня понедельник, в воскресенье было как-то. Не хотим пересаживать. А сегодня мы посадим. Насколько хватит нам земли. Нужно посмотреть земли, которые у меня есть. И сделаем такое дело. Люди ходят тут. На улице уже так, знаете, пасмурно. В 4 часа уже пасмурно вовсю. Когда уже будет длинный день такой, что проснулся рано-рано утром. Светло, солнышко встает. А вечером долго, чтобы было светло. Я помню, летом рука болит, слушайте. До 9 вечера гуляешь во дворе с детьми. Приходишь домой без задних ног. Покормил, покупал и спать. Все, девчонки, мы побежали делать ногтики. Буду делать просто красненькие. Я думаю, красненькие. Приду, покажу. Идем мы так на маникюр. Мы так быстро через дорогу, и мы уже на месте. Это дом, куда нам нужно. Руки обрываются. Ника, тяжелая. Давай. 7,9 одновременно. Девочки, мы уже вернулись. Делали ногтики. 2 часа, покрытие гель-лаком. Делала я вот такое вот бордо. Она не фокусируется на черта. Я не бьюти-блогер. Я не умею показывать. В общем, сделала я красивое такое бордо. И когда мы пойдем на Кристину, у меня такого цвета, коричневатого, кожаная юбка есть. Я думаю, я ее надену. Поэтому так вышли ситуации. Сейчас мы пришли домой. А у нас тут дома работы. А это работы. Поэтому мы будем сейчас выбирать на кухне. И что-то делать с вами, да? Как не хочется. Как не хочется. Но надо. Поэтому идем. Что-то будем делать. Вот так засиделась там на маникюре. Сидишь в одном положении, эти ручки вот так держишь. И кажется, знаете, уже не сдвинешься просто. С места. Поэтому такие дела. Будем работать. Разминаться. Что у меня там на заднем плане? Андрейки на кофту. Это вы говорите, что у меня порядок постоянный. Посмотрите. Ника, что ты такой, девочка моя? А наш Андрюшка учит уроки. Андрюшка самостоятельно у нас уже пишет математику. Да, сыночек? Да. Вот. Пишет математику. Улечка решает задачку. Про мапочек. Молодец, мой золотой. Слоня, ты и мапочки. Хорошо. Я пойду ужин готовить, да? Да, да. Я свободна. Я свободна. Спасибо тебе. А я не свободна. У нас тут, кстати, фоточка стоит. Карюшка маленький был, смотрите. Это мое детство. Оно уже в прошлом. Да, оно уже в прошлом. Ты скучаешь за детство, мой золотой? Да. И за этим этот цикл. Да? Да. Детство все любят. Но ты еще маленький, у тебя до сих пор еще детство. Ну, это самое детство. Угу. А это каша середина детства у меня. Да. Середина. Десяточка. А я после десяточки. Я около десяточки. Да. Десяточки я тоже середину. Ну, пиши. Я пойду на кухню там поубираюсь немножко. Девочки. Девочки, что я тут запланировала? Я тут запланировала почистить свои тканевые жалюзи. Вы стираете свои жалюзи? И как? Мне вот интересно, если вы расскажете. Я со своими жалюзями четыре года ухаживаю, мою их просто мочалкой, моющим для посуды. Я знаю, что они не оставляют ни потеков, ни разводов, ничего такого. Поэтому я их чищу именно так. Делаю это всегда вечером. Для того, чтобы они, когда они раскрытые, просто могли просохнуть. И потом утром я их скручиваю. Ну, утром, знаете, целый день не хочется, чтобы были закрытые жалюзи. Поэтому делаю это вечером. Сейчас мы с вами вместе их почистим. И завтра посмотрим результат. Видите, у меня есть. Я сейчас переверну камеру. Меня здесь жалюзи, поскольку находятся возле мойки, возле самой. Она вот видна в этом месте всякие брызги, потеки. Это все замурзывается. Я стараюсь не допускать, чтобы они сильно были грязные. И мою их частенько. Они никак не идут ни волнами, ни растягиваются, ни меняют свою форму. Сейчас будем стирать. Я беру вот так моющие. Если слышно будет деток, то они гоняют вокруг дивана просто. Я беру моющие и прям прислоняю к окру. Завтра помоем само стекло. Вот так. Андрюшенька, тише. Мама тут чистит. Хорошенько затираю места, где сильно загрязненные. Вот так. Давай сварулю. Все, девчата, жалюзи я уже намыла. Они сейчас мокрые. Они не сильно промокают. Они как-то не вбирают много в себя воды. Поэтому проблемы с ними быть не может. Ну, хотя мне тоже интересно, как моете вы. Пью кофеек с молочком. Слабенький-слабенький. И хочу помыть плиту. Плиту мою фактически каждый день. Я не знаю, наверное, я неаккуратно как-то перемешиваю все. Но я плиту, конечно, захекиваю очень быстро. Какое-то самбеловское слово, да? Понабиралась я. Капец. Мальчиком больно ударил Андрюшка. Девочка. Да, больно ударил. Скажи всем привет вам, ребяточки. Привет вам, хорошие наши. Привет. Икаешь, да? Икаешь, моя золотая. Дай что? Дай что? Дай маме что? Тебе дам. Моя золотая. Боже, какой поцелуй у нас был. Завидуйте нам. Все, дай, дай, дай. Играй с братика. И будем теперь намывать саму плиту. Я ее стараюсь сильно не засирать, потому что если уже она будет сильно грязная, потом надо будет ее шкрябать, что-то там, знаете, с ней выделывать особенное. Все. Сейчас хорошенько ее протерем. И будет у нас красавица. Чистая плита. Все, девчонки, я убралась на кухне. У нас порядок. Вымыла жалюзи, те, которые я вам говорила. Так, кастрюльки намывала. Сейчас сложу в тумбочку. Они сохнут. И Андрюшенька наш золотой. Да, да. Пьет йогурт с круассаном. Расстроенный. Плохую оценку ему поставили, да, Андрюша? Угу. Но это потому, что ты, сыночек, сам не старался. Надо стараться чуть больше. Хорошо? Угу. В школе обязательно. Угу. Мы договорились, что Андрюша играет на приставке в том случае, если с украинского языка он приносит не меньше десятки. Да, Андрюша? Угу. Все наши зрители свидетели. Ха-ха-ха. Ника пришла. У тебя такое дай. Ты будешь кашку. Ника хоть крошечки съест, Андрюшкина. У меня уставшая уже. Угу. Смотрела, как Савел пел, а сама мыла плиту. Не упади. Не упадет. Сейчас покормлю этих карандашаток. Карандашаток покормлю и будем гладить. Диму ждать с учебы. Кто-то, кстати, сегодня написал, что он смотрит мои видео и это полный трэш. Ника упадет картина. Так я вам хочу сказать, вы трэша не видели. Если это для вас трэш, я вам завидую. Вы очень нежные, сохранившиеся психики человечек. Ника, давай трэш. Вот этот, да? Пришел наш папа домой. Вероника не уснула, дождалась. Да. Такие вкусненькие. Юля говорит, что он резиновый. А для меня, наоборот, есть что пожелать. Но когда самый свежий, то вкусный, а полежит резиновый. Суперский. Они сами пекут, кстати, да, теловыши? А хлеб домашний видел там? Это пекарня. А хлеб домашний видел там есть? Тоже на вес. Вкусно? Да, очень. Димуль, тебе чай сделать? Да, любимый, сделай. У нас Андрюшка уже спит. Ника засыпает. Дима ужинает. Сейчас попьем чайку, я буду гладить. Да. У меня такая горища глажки, Дима, капец. Я ж на батареях сушу. Сушилка на балконе стоит, а там мороз. Да. Нам надо доставать стеклопакет и перетащить сушильную машину в дом. Это целое шоу будет, надо будет снять. Или может этих попросить? Электрикам наших. Правда? Она тяжелая. У меня со спиной проблемы, я боюсь. Нас Маша рубает на всю квартиру. Я наелась уже, я не пью. Ну, давай. Ну, Юречка. Не, все, я чуть-чуть рыбки попробовала с кумблей. У нас пока соленая какая-то. Да, на ночь. Ну. Когда будет диета? Ночью вставать два раза в воду. Да. Я не буду вставать, я на ночь напьюсь, а потом... Утром поспал бы еще, а тут чувствуешь, подпирает уже. Все, надо вставать, точно надо вставать. Я сегодня спрашивала, какое Андрюша загадал желание, когда ставил светечку. У ребенка самое обычное, простое желание. Свободный день. Чтобы он мог делать все, что он хочет. Кататься на ледянке с друзьями, играть в приставы. Он просит, чтобы он мог пойти погулять. Да. А у нас нет времени у Андрюшки. Он учит уроки, занимается с репетитором. А в остальные дни он ездит... Пикает уже моя посуда мальчиком. А в остальные дни он ездит на тэквондо. На тренировку. Я сегодня... И еще плохо выполоскалась. Добавила моющего, оно вспенилось и плохо выполоскалась посуда. Че ты? Где ты это читаешь? Ну вот читай. Игорь Коломойский. Ну, не рекомендую покупать. Западает стрелка. Сейчас лечу в вертолете, вообще не работает. Наверняка дешевка какая-то. Это мы с Димой нашли часы на розетке. Покажи Диму цену. 4 миллиона 300 тысячи. 342 тысячи гривен. 110 гривен. Ну, 110 это уже сильно важно, Дима. Знаешь, этот хвостик. И тут, значит, пишут комментарии в отзывах людям. Подскажите, кто купил, как обстоят дела с водонепроницаемостью? Я сантехники подоложила. Слушай, вы сами понимаете. Приходит, надо лезть рукой прямо в унитаз. А так я смотрю, часы солидные. Ремешок вроде кожаный. Сразу видно, не фуфло китайское. Сантехник за 4 миллиона гривен хочет купить себе часы. Вот, смотри, кто-то пишет, купил. Стильный дизайн, якісная сбірка, звучный интерфейс. Коллеги, в реплотном депо. Были приемно вражені моим выбором. Я так думала, тут нормальный комент. Смотрите, зато Дима какой довольный. Пишет, трохи инколи западает. Секундная стрелка, думаю, плавати сам. За 4 миллиона западает. Ой, конечно, поржали от души мы, ребята. Но часы ничё, тогда если... Если купить, то стрелку сам починишь? Да набряк. Если будет запад дальше. Тебяцца возвращает. Шо нам за курицей? Блин, тут не знаешь, Диму снимать или Нику держать? Снимай, Ника. Смотрите, пока мы смеялись, куда вылезла Вероника. Смотрите. Девочка, не высоко ли тебе? У нас уже темно, свет выключенный. Не трогать картину. Чувак пишет, не могу понять, в нём секундомер есть? Работаю в школе учителя физкульптуры. Откуда у них такая фантазия? Скажи. Очень нужна функция, боюсь прогадать. Секундомер. А им кто-то отвечает там, Дим? А ему человек пишет, в целом часы норм, но секундомер тормозит. Не советую. А розетка сама отличается им покупателям? Да, наверное, тут нет. Девочка. Почему? Потому что тут ещё один. Какой ещё один? Давай нам. Пишет, мне в целом понравились. Раньше носил будильник с собой. А чё он носил будильник? Дима не может слова сказать. Очень, очень удобно и в использовании. Только у меня их украли. Электрички. Да, они стоят, как целая электричка. Нету ставки, нету сигнализации. И платная доставка. Ржали мы, конечно, от души просто. Это ж надо... У людей, слушай, такой юмор тонкий, Дима. Это ж надо так написать. Я бы даже не задумалась такое написать, правда? Да это да. Да вообще, просто. Что? Розетка должна таким людям, кстати, по подарку выслать. То есть, ладно, по таким часам выслать. Все люди зашли и посмотрели эти часы. Всё, ребята, глажка отменяется. Будем уже завтра гладить. Уже поздно. Ника до сих пор не спит. Пойду её укладывать и, скорее всего, усну с ней. Поэтому всем спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok